Сегодня на Борис-арене прошел двусторонний матч столичной хоккейной команды. Со счетом 4-3 по булитам победу одержали синие, в составе которых были Роман Старченко, Кевин Делман, Евгений Рымарев, выступавший два сезона назад и вновь вернувшийся в Борис Кэм Баркер и недавно пополнивший ряды команды Никита Иванов. Так выглядела первая пятерка игроков синих. Ворота команды победителя матча защищали Павел Полуэктов и новичок команды шведский вратарь Хенрик Карлсон. Этот матч завершал сборы команды в Астане. Уже завтра Борис в количестве 35 игроков отправится на выезд в Швейцарию, где также проведет ряд товарищеских встреч. Как отметил главный тренер команды Андрей Назаров, Баченский, Бойт и Доус подключатся к команде уже в Европе. Посовещались с ребятами, так как они съездили на чемпионат мира. Фактически месяц прошел, попросили неделю отдохнуть лишнюю. Пошли навстречу. Так как ребята были признаны лучшей тройкой в КХЛ, мы решили, что ничего серьёзного не случится. Также будут играть хорошо. Они прилетят до Швейцарии. Первым испытанием в сезоне для Бориса по традиции станет Кубок Президента, который со 2 по 8 августа пройдёт в Астане. Соперниками столичного коллектива станут Новокузнецкий Металлург и Адмирал из Владивостока. А первым оппонентом на Кубке – новичок КХЛ Кунь-Лунь Редстар. К слову, тренерский штаб уже изучает новичка лиги. Будут солидные звенья КХЛ. Очень хороший вратарь. Он из Финляндии. В плей-оффе он был признан лучшим вратарём финской лиги. Хороший тренер. Мой друг старый, у Юрзинов Владимир-младший. Ну и два звена будут китайцев. Это быстрые хоккеисты, которые будут работать по заданию тренера. Будет тяжело. Команда будет угрозой для многих противников. Вратарь сборной Казахстана, который в этом сезоне будет защищать ворота Борисов Виталий Колесник, также поделился своим мнением насчёт начала сезона. Были у нас ударные. Дали максимум нагрузки. Ребята все выкладываются, все готовятся в полном объёме. Так что пока на первом этапе всё хорошо. Без конкуренции никуда. Все хорошие вратари и конкуренция никогда никому не мешала. От этого каждый только прибавляет. Субтитры подогнал «Симон»!